И в Кремле подтвердили, что Путин и Порошенко договорились поручить военным экспертам оценить ситуацию в районе Дебальцево, чтобы оценить реальное положение дел. Вопрос с Дебальцево, напомним, стал камнем преткновения на переговорах в Минске из-за того, что в Киеве упорно отказываются признать факт окружения большой группировки войск в этом районе. Расклад сил в районе Дебальцевского котла изучил Антон Лядов. 25 батальон, осталось 20 человек. Кто может дозвониться до этого *** правительства? Выручьте наших пацанов! Это бойцы батальона «Айдар». Их сослуживцы из подразделения «Киевская Русь» сейчас находятся в плотном окружении в Дебальцево. Там блокировано около 6 тысяч украинских военных. По данным ополченцев, диаметр котла составляет примерно 25 километров. Линия окружения проходит через населенные пункты Логвиново, Углегорск, Янакиево, Кировское, Михайловку, Никишино. Это Чернухино. Повсюду разбитая украинская техника. Ну, держим позицию. Будем насыпать. Крупам, пипец. Следующий опорный пункт окружения. Никишино. Небольшое село. Население меньше тысячи человек. Большинство жителей эвакуировано. Бой за позицию шел 7 часов. Брошенное оружие и техника. Михайловка. Южная часть котла. Несколько дней назад здесь дислоцировалась киевская артиллерия. Попавший в плен, рассказывают командиры, намеренно сообщали им о боевых успехах. А вы знаете, что Дебальцев взял в позицию? Насчет этого я не знал. Ничего такого никто не сказал. А вот так выглядит само Дебальцево. Колонна бронетехники ДНР контролирует позиции. Украинские военные полностью блокированы. Те, кто находится на передовой, из окопов не высовываются. В таких укрытиях прячутся наши бойцы во время обстрелов. Здесь запасы еды, бронежилеты. С запада Дебальцевский котел контролируют ополченцы в Углегорске. Здесь стоял 42-й отдельный мотопехотный батальон. Единственная девятиэтажка в городе последний оплот, где сидели украинские снайперы. Огонь открывает сразу по цели. Ополченцы выбили их почти без потерь. Город Углегорск на 100% наш. Логвиново. Маленькая деревушка на 30 домов. Местных почти не осталось. Для Киева это место имело стратегическое значение. Через Логвиново проходит единственная дорога на Артёмовск. Никакой другой возможности подвозить киевским силовикам оружие и провиант нет. Чтобы удерживать позицию, сюда стянули лучшие подразделения украинской армии. 54-ю отдельную разведывательную бригаду, 128-ю горнопехотную, а также батальон Кульчицкого. Вот так дорога выглядит сейчас. Её контролируют ополченцы под командованием Ольхона при поддержке казаков. Признаёт это даже губернатор той части Луганской области, которая находится под контролем Киева. Заместитель министра обороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин сегодня призвал украинских солдат сдаться. Предлагаем и сейчас господам в Киеве во избежание ненужных жертв, сохранение жизни украинских граждан, их возвращение домой к семьям, прекратить огонь, дебальство прямо сейчас. Мы готовы ради сохранения жизни людей организовать их выход из дебальского котла на уважительных условиях. Пусть оставляют оружие и уходят. Официальный Киев существование котла продолжает отрицать. Чтобы хоть чем-то объяснить официальную позицию, что у украинской армии якобы успех за успехом, последние сутки силовики пытаются прорвать котёл в районе Логвинова. И сегодня даже народный депутат Семён Семенченко, который последние две недели пытался доказать правительству, что окружение есть и потери огромные, заявил на своей странице в социальной сети следующее. Части вооружённых сил Украины взяли штурмом посёлок Логвинова, тот самый блокирующий трассу Артёма с Дебальцева. На самом деле мы удерживаем позиции. Сегодня действительно с утра противник предпринял массированные атаки с помощью артподготовки с целью деблокировать трассу Артёмов с Донецк. Удерживая контроль над этой дорогой, котёл замкнут. То есть сейчас он за бойцами Новороссии? Совершенно верно. Захлопнувшаяся крышка котла уже реальность. Прорвать окружение одной операции вряд ли удастся. Киев, вместо того, чтобы отдать приказ своим войскам добровольно сложить оружие, продолжает молчать, видимо пытаясь посчитать, сколько может быть погибших в этот раз. В прошлой в Иловайском котле их было около тысячи. Антон Лятов, Алексей Алексеенко, Александр Бузаладзе. Вести.